Петербург В этом году «Зенит» в десятый раз стал чемпионом и завоевал вторую чемпионскую звезду. В такие моменты жизнь будто превращается в кино, создателями которого становятся сами футболисты. В этом фильме мы расскажем о главных героях и историях чемпионских сезонов. Сезонов, сшитых золотой нитью. «Зенит» «Зенит» Чемпионство 1984 года. Да, я помню, как это было, но это было давно. До 1984 года «Зенит» был достаточно скромным клубом. Всего один трофей – Кубок СССР в 1944. В 1980-м ленинградцы под руководством Юрия Морозова впервые завоевали бронзовые медали чемпионата СССР. Именно тогда «Зенитовцы» впервые по-настоящему задумались о чемпионстве. Спустя 40 лет фаворитом в финале Кубка все называют «Зенит». Когда мы проиграли финал Кубка, конечно, была трагедия такая. И вот она, роковая 97-я минута матча. Как и 40 лет назад фаворит терпит поражение. И Павел Федорович, помню, раздевал, когда проиграли финал. Он говорит, ну теперь одна задача стоит, только надо чемпионат выиграть. И поверьте мне, если бы мы выиграли Кубок, мы бы чемпионом не стали. Задачу решили, и все. А здесь, наоборот, еще перспектива есть какая-то, что можно что-то сделать. Как-то в тот сезон, наверное, неудачно начали все наши те лидеры, в первую очередь «Спартак». Какие-то игры дали нам понять, что мы потихонечку, шаг по шагу могли, ну, наверное, оказаться на более высоких местах. Это игры, наверное, со «Спартаком», всем известная наша игра. 0-2-3-2, где Юрий Жултков там сотворил, конечно, такое, что Ренат Досаев долго, наверное, и сейчас помнит об этом. Не, ну, это вообще, конечно, такое, наверное, бывает раз, наверное, в сто лет, с той же точки забить два одинаковых мяча. Когда Ренат начал устраивать стенку из защитников, в этой стенке стоял Хидиатулин. И он так оборачивается, нормально встали, только нормально. Юра раз, забивает, второй момент опять Хидиатулин разворачивает. Ну, сейчас-то мы правильно поставили стенку? Правильно. Футболисты «Зенита», заставшие и Морозова, и Садырина, рассказывают, что Морозов был гораздо строже и жестко требовал выполнения игрового задания и в атаке, и в обороне. Тактика была превыше всего. И Павел Федорович, он немножко нас раскрепостил. Не только по шаблону, вот так, именно так и так. А вы еще должны сами думать на поле, сами мыслить, да. И если есть какая-то хорошая комбинация, вы должны тоже это делать. И оно вот как-то совпало, вот эти два момента. Хочется еще и еще эту радость испытать. Возможно, ни один игрок «Зенита-84» тогда действительно не понимал, что команда сделала для города. А Михаил Бирюков даже не догадывался, что ему посчастливится стать десятикратным чемпионом страны в составе «Зенита». Но не будем забегать вперед. Да, их игра для мальчишек уже учебник хрестоматия. Может быть, в одной из этих мгновений рождается будущая футбольная звезда первой величины? Я сам просто в 84-м году таким мальчишкой 9-летним был на том матче, когда «Зенит» стал чемпионом, мне повезло. Везде кричали «Зенит» чемпион. Я помню, что ехали мы в метро, и люди бросали то ли пятаки, то ли десятикопеечные монеты в то время еще. Вот они прискала, туда летели, и риск, что «Зенит» выиграл чемпионат первый. Был сумасшедший. Этот удар. Бол! Владислав Радимов на 55-й минуте забивает третий мяч в этом матче. Аршалин готовится выйти на поле. И Радимов сейчас по каждому трибуну. Аплодируйте, аплодируйте. Поддерживайте нас как капитана команды, даже не только своими футболистами, но еще и болельщиками. Владислав Радимов. Итак, Аршалин вышел на поле. В первый год, когда эта молодая команда появилась, в 2003-й при Петерджеле, мы доехали до серебряных медалей, тогда это был уже праздник, да? Но походу даже с того чемпионата мы уже стали смотреть, как бы догнать ЦСКА. В итоге это не получилось. Радимов ждет РСКА Киржакова, получает мяч, вот там гол! Киржаков с четвертым мяч, 4-1. Я думаю, все, здесь все ясно. Мне кажется, не хватило скамейки. Усталость, которая ложилась на тех игроков, которые постоянно выходили и играли вместе с Еврокубкой, она дала о себе знать, а концовку нам не хватало. Хороший навес Аршавина, погребняк не добирается, но Владислав Радимов! Кому же было суждено стать капитаном новой эпохи? Эта роль досталась Анатолию Тимущуку, которого «Зенит» купил у «Шахтера» за 20 миллионов долларов. Это сейчас, в 2023-м, такая сумма кажется не очень большой, а тогда «Зенит» взорвал трансферный рынок. Большие возможности у «Зенита» появились в 2006-м, когда в клуб полноценно пришли «Газпром» и Алексей Миллер. В тот год не один капитан поменялся, знал традиции клуба, насколько важна символика города. Я с большим удовольствием принял на себя и капитанскую повязку, и всю ответственность в том, что связано с этим решением. Я думаю, для всех является такой отправной точкой это матч «Динамо» на Куб. Тимущук разбегается, удар поворотом в самый угол. Разбег, и Анатолий Тимущук делает дубль. Тумошечий по накалу, по результату. Я думаю, что тогда, наверное, психологический надлом произошел в лучшую сторону. Хороший пас Тимущука, Зырянов и 4-0. 6-2. Ну что, у нас теперь каждая атака будет заканчиваться голом? Вперед. Аршавин прямо в ворота. Опасно! Гол! Помню, вот то чемпионство «Зенита». Тоже на финише был сложный календарь. И тоже казалось, что очень трудно будет «Зениту» пройти без потерь. Мы научены были, когда там 3-4 год. Мы вот-вот шли рядом, и все время в концовке нам чего-то не хватало. То здесь уже мысли закрадывались, но здесь опять, опять «Спартак» впереди. Естественно, каждый раз ты следил за тем, как сыграешь «Спартак», допустит ли он на «Сечку». Они все шли ровно-ровно. По-моему, за два тура до конца мы их обогнали. За два тура до конца сезона «Спартак» сыграл в ничью с «Сатурном». «Зениту» оставалось всего лишь выиграть у Москвы и того же «Сатурна». Всего лишь. Грустная ирония. Даже Анатолий Тимощук, которому тогда было уже 28, считает, что до матча в Раменском он еще не испытывал такого нервного напряжения. На 90-й минуте случился эпизод, вошедший в историю как вознесение святого Домингеса. 173-сантиметровый «Алехандро» вынес мяч с линии ворот, фактически принеся «Зениту» первое российское чемпионство. Я когда у него спросил, я говорю, «Чори, почему ты там оказался? Как вообще ты там оказался?» Просто это все настолько близко происходило на моих глазах, что я даже не успел испугаться. Разорвали сетку воротом, люди руками траву забирали. Естественно, город ждал так, что это никогда не забудется. Я думаю, если сейчас поднять архивы, фотографии, то это было настоящее сумасшествие, которого город ждал очень долго. «Черпион! Черпион! 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 Черпион!» Сегодня столица российского футбола переехала Сан-Федербург! в 8 утра вышла из какого-то ресторана, уже празднование заканчивалось. Попросили счет, нам говорят, что сумасшедший, что ли, какой счет? Говорят, валите отсюда, хватит, никакой счет, от вас не надо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Новым временам нужны были новые герои. В 2009-м «Зенит» покинули Аршавин, Тимощук и Погребняк, но золотой российский костяк сохранился. Под него пригласили бывшего тренера Ромы Лучано Спалетти, а затем усилили и состав. В Петербург переехали Лазович, Алвиш, Лукович, Семак, Бухаров и Кришито. Непростые годы предстояли герою тех сезонов Вячеславу Малафееву. В период 2011-2012 года это был пик моей формы. К сожалению, 2011 год для меня стал непростым, в плане того, что у меня погибла супруга. И после этого начался еще небольшой тролл со стороны комментатора Губерниева. Я понимал, что теперь меня будут оценивать через призму высказывания этого человека. Мне очень хотелось показать своей игрой, своими действиями, что там даже не о чем разговаривать. И пришло время аплодировать Малафейгу угловой. Говорили о том, чтобы я повесил бутсы на гвозе, что после таких трагедий игроки заканчивают свою карьеру. Мне точно хотелось показать, что на этом и жизнь не заканчивается. Малышко-малышко-малышко-каз. Шемпионы, шемпионы! Оле-оле-оле! Чемпион! Чемпион! Оле-оле-оле! При всем уважении ко всем тренерам, которые работали в «Зените», мне кажется, что на «Сполете» это был именно тот специалист, который и тактически, и стратегически, мне кажется, как тренер, был сильнее всех. Герджа! Давай, давай! Петр Ижелла адвокатом мы играли практически 4-3 иногда это выглядело, и, естественно, три игрока атаки иногда не задействованы были в обороне. «Сполете» понял, что достигает результатов и в Еврокубках, и в Лиге чемпионов, до футбола не подойдет. Понятно, что было много бегов и много физики. На сборах, по-моему, мы даже не обновирком не были. В итоге в сезоне там все бежали, для всех было здоровье сумасшедшее. «Сполете» Если мы говорим про защитников, то бывшие полузащитники переходят в защитников, атакуют, много все кричат об этом. Когда приходят моменты, так сказать, истины и важные игры, эти защитники делают тактические ошибки. У защитника главное не подключиться, а в обороне играть. А сейчас Анюков! Удар! И-и-и! Анюков! Анюков ловит на противоходе Акинфеева! Удар! Жалеет только что одно, что они расслабились там в переходном сезоне, и дома проиграли «Спартаку». Зюба, мяч у Дзюбы! Отлично выкатывает, и «Спартак» выходит вперед! Так тогда проиграли, и наоборот я сидел, думаю, вот классно, и «Спартак» вроде доволен, якобы они сильнее нас думают. Нам вообще похрен, мы чемпионы. К середине 2010-х «Зенит» перестал быть командой ребят с нашего двора. В 2015-м на газоне Петровского и других российских стадионов зажигали «Халк», «Аксель Вицель», «Соломон Рандон» и «Изегиэль Гарай». А тренировал эту банду Андрей Вилышбош. Малафеев, Александр Киржаков и Аршавин, которым уже заметно перевалило за 30, все чаще оказывались в запасе, но по-прежнему играли важную роль в раздевалке. Да и на поле приносили пользу, когда получали шанс. Мы перед этим были сильнее всех, но, к сожалению, упустили, когда в 2014-м, я помню, Ткачев забил нам на локомате, когда Ладыгин выронил ключи от «Бентли». Удар и гол! Да, все-таки Ладыгин ошибся. Пришлось самому потом покупать. Обидно. Ты снял это! Ты снял это! Под руководством Андрея Вилышбоша «Зенит» завоевал первую чемпионскую звезду. Титул сезона 2014-2015 оказался пятым для петербуржцев. Все по-европейски, плюс у него хорошие отношения сложились с иностранцами, с тем же Данией. Давай, Дани, давай! К тому моменту, мне кажется, он уже русский стал. Дани стал своим для «Зенита», ну, уже сколько он, получается, 6 лет провел. Ну, и по-русски говорил, его дети тренировались в академии. «Потому что…» Халкосик брал мяч, тащил его как танк. И на тренировках, и в игре. И ему говорили, может, поиграем в пас? Да, да, да. Но не видел тебя. Все любил делать сам. «Давай-давай! Четыре года «Зенит» не становился чемпионом России. Это время казалось бесконечным. Менялись тренеры, футболисты. Были даже хорошие выступления в группах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но завоевать шестое чемпионство никак не получалось. Вопросы к Роберто Манчини, конечно же. Вот они по ходу второго тайма так накапливаются, накапливаются, накапливаются. В разговоре с Алексеем Борисовичем, когда он говорил, что вот там до столетия клуба нужно, чтобы у нас появилось две звезды. Я так про себя думаю, так, семь лет. Из этих семи лет надо пять раз выиграть чемпионство. Притом при всем, что главный тренер зачастую больше года в команде не работает. Самое сложное было понять, кто на что способен, и оставить тех игроков в команде, которые подходили бы по те требования, которые были у нас в голове. На тот момент были самые важные позиции. Естественно, это игрок в центре поля, это игрок нападающий, быстрый желательно, который будет больше открываться за спину. Это игрок в оборону, через которого мы можем выходить через короткий пас и лучше контролировать мяч. Думаю, мы, те трое новичков, сыграли очень важную, возможно, даже определяющую роль. Ракицкий — невероятный футболист. У него очень мощный удар, потрясающая передача. Он играл очень умно. Мне всегда нравился его стиль. Ярик мог забить с такой дистанции, что у всех отвисали челюсти. Мог выдать пас на 40 метров, которого никто не ожидал. Невероятный гол! Невероятный гол Ракицкого! Это невозможно! Что за команда тогда была у Краснодара? На мой взгляд, они лучше всех в лиге контролировали мяч. Тот матч получился очень эмоциональный. Они ведь сравняли счет в самом конце, уже в добавленное время. У Пирейра получился потрясающий дальний удар, который поразил всех. Ну а после этого Нобуа подал с углового, Дзюба выпрыгнул и... Артем забил в своей фирменной манере. Он должен был забить именно так. Я думаю, это все mundo... У каждого сезона есть какие-то знаковые матчи, запоминаются забитые мячи в концовках. Могу вспомнить, и был Себастьян Андреуси в Грозном. Несмотря на то, что мы не выиграли, это очень важный для нас матч был, и его мяч забитый тоже останется у меня в памяти. Еще одно воспоминание из того сезона, как мы стали чемпионами. Мы летели в самолете, надеялись, но не ждали получить такую радостную новость. Мы были так счастливы в тот момент. Конечно, было страшно. Думаю, я был одним из немногих, кто призывал всех успокоиться, говорил, что мы находимся в воздухе, полет в самом разгаре, опомнитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Летом 2019-го в Петербург переезжали. Поехали Малком и Дуглас Сантос. Так стартовала Жога Бонита. Зенит Рио-де-Жанейро. Зенит Сан-Паулу. Нет, Петербург. Мы очень здорово провели первую часть того сезона. Но в начале весны началась пандемия. Это был очень сложный момент. Ну, а если серьезно, тот сезон запомнил каждый житель Земли. В историю он вошел как ковидный. С марта по июнь 2020-го в России не играли в футбол, а игрокам пришлось тренироваться дома. Это были довольно интенсивные тренировки, которые не нравятся футболистам. Велосипед, растяжка, беговая дорожка. Футболисты любят заниматься на поле, с мячом, а не вот это вот все. Но эти тренировки помогли нам на финише чемпионата. Наверное, таким лидером Артем был. Он такую большую влету внес и ключевые галы забивал. Ну, ты же видел, какая химия была у них? Развивал, видел, что-то далее. Артем очень хорош был в подыгрыше, хорошие передачи стрелы давал, пяточки, там, сбросы. Сардарчик был на подборе, ну и плюс, его очень сильная сторона, игра головой. На самом деле, такой компанейский парень и вообще без проблем. Сардарчик наш, свой колхозник. Спасибо всем! В Петербурге всегда очень трепетно относились к своим воспитанникам. В начале 2000-х многие из них сразу закреплялись в основе. Но времена менялись. Местным мальчишкам все чаще приходилось уезжать в аренду. В «Зенит» возвращались самые сильные. Так Миша Кержаков формально застал еще чемпионство 2007-го. В 2015-м полноценно вернулся в Петербург, а летом 2020-го впервые вошел в сезон как основной вратарь «Зенита». Мне кажется, если я еще пять завоюю, я все равно никогда брата не догоню. К счастью, брат – это легенда, да. И показательный момент, когда был матч «Легенд» против Спартака на Петровском. После игры мне звонили и писали люди, говорили слова благодарности, чтобы я брату передал. Говорили, что они там просто слеза, они там были кто-то, кто на стадионе. Когда брат забил, они стали с Андреем вот этот кувырок фирменный делать. Если возвращаться в то время, я думаю, что вот та плеяда игроков, она влюбила в себя миллионы болельщиков. На вашем счете было два забитых мяча, в одном поединке вы забили сразу три. Но я сегодня был в порядке. Не было такого пресечения победами. Но это по моим воспоминаниям. Там Аршавин, Киржаков, Малафеев, Радимов, Горшков. Они немножко там все равно в возрасте разнятся, но для меня это прям вообще тигры. По легендарности, ну уж я точно не сравню с ним, ни с кем из них. Мне до них плавно. В сезоне 2021 «Зенит» лидировал на протяжении всего чемпионата, но весной «Локомотив» навязал серьезную конкуренцию синий-белый-голубым. 2 мая 2021 «Локомотив» приехал в гости к «Зениту». «Зенит» летит, просто летит к чемпионству. 2 мая 2021 «Локомотив» летит к чемпионату. Давайте наши «Локомотив» на протяжении всего чемпионата. Это сольная игра! Это лучший клуб! Это наш «Зенит»! Это «Петер!» Три чемпионства «Зенита» «Семака» – это был настоящий праздник. Но, кажется, Петербургу немного не хватало ярких красок. Странно, не находите? Клаудиньо, Малком, Вендал, Дуглас – это было невероятно красиво. Но не думайте, что российские игроки совсем перестали играть важную роль. Например, Андрей Мостовой – москвич, который стал в Петербурге своим. В лучших традициях жанрового кинематографа переждал, перетерпел и заиграл. Болельщики еще долго не забудут эти 7-1 со «Спартаком». Был тяжелый период. Я, по-моему, первый тур в 5-6 выходил по 5 минут. Это мне очень неприятно было. Ну, это нормально, если ты играешь в команде чемпионов страны, и это всегда будут квалифицированные футболисты на твою позицию. Вот, опять же, это момент, когда ты ждешь своего шанса, терпишь это, все работаешь. На протяжении всех этих сезонов кто-то из соперников все равно был совсем рядом с нами. Первые два сезона – это был «Локомотив». Юрий Палыч прекрасно понимал игроков, он здорово их мотивировал. И команда была и быстрая, и качественная. Если брать прошлый сезон, то это «Динамо», которое 25-й тур, а 3 очка – это одна игра. Все было очень и очень непросто. Мостовой падение. Так, вот оно решение Сергея Карасева. Динамо. Было очень холодно, «Динамо». И мимо ворот, вот это да, «Лудинь» развел по-разному. Я, по-моему, бил рекорд по офсайдам. В том сезоне. И Шуринт спасает свою команду. В любом случае, там было положение вне игры. Еще одно. Считаю, классная игра была. Это, я думаю, нам сильно помогло психологически. Мы были выше, чем «Динамо». Мостовой выбирает адресата. Прострел в штрафную. 1-0. И Скобинсеп 1-1. «Зенит-Локомотив» снова золотой матч чемпионата России с этой афишей. И гол! И гол! Мостовой! 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 3-1! Десятое чемпионство – самое свежее. Рекордный первый круг выхода на замену Сергеева и Монтуана. Финты Клаудиньо. Дальние удары Вендела. Универсализм Кузяева. Забеги Караваева и Мостового. Голы Малкома. И золотой матч со Спартаком. Болельщик «Динамо» мне написал «Поздравляю, теперь у вас как у «Динамо». И сразу значимое событие опускает. Как бы я оценил эту шутку. В этот раз я максимально был удивлен, когда мы на Невске сначала поехали. И когда на Петропавловку выехали. Я тогда ощутил и понял, как город болеет футболом. Сколько человек нас поддерживает. Ради кого мы играем. Для меня все важные чемпионства. Я говорю еще раз спасибо и Сергею Богдановичу, и руководству. И особенно болельщикам. Вираж, которому большой респект. Который, особенно в последние годы мои, когда было, так сказать, нелегко с трибуны. Слышал там «не ты, такой ты, такой ты». Когда вираж там пел, и помирим, и вдруг познается бедя сюда. С двумя звездами будет эмблема. Я думаю, это гораздо красивее. Это уже уровень, как в коньяке. И будет голод к победам. Будет результат. Наверное, я, как бы сказать, не зря жизнь прожил в зените. И вместе всех, кто с везде, мы пойдем за бедя. И вместе всех, кто с везде, мы пойдем за бедя. Вселенная «Зенита» наполнена множеством прекрасных эпизодов. Десять чемпионств. Десять сезонов полных счастья. А сколько всего нас еще ждет впереди? Ведь ждет, не правда ли? Десять сезонов полных счастья.